Я могу сказать, одна из особенностей похудения заключается в том, что люди очень часто совершают серьезную ошибку в своей психологии. Эта ошибка звучит так. Некоторые из людей очень серьезно относятся к еде. То есть они считают, что если организм вдруг не покушает в обед, то это очень плохо, потому что выделяется соляная кислота, которая в дальнейшем должна, как вчера женщина сказала, разъесть весь кишечник и после этого, из-за этого должны произойти у нее проблемы. Чтобы вы понимали, это ошибочное мнение, потому что на самом деле, когда вы испытываете состояние голода, то это никаким образом не действует на ваш кишечник в случае, если вы ничего не жуете. Потому что в случае, если вы начинаете жевать жвачку, когда испытываете состояние голода, то у вас может, по идее, выделяться в небольшом количестве желудочно-кишечный сок. В обыкновенном же времени обычно кислотность не поднимается, в случае, если человек ничего не жует. А для того, а что же происходит и почему мы ощущаем состояние голода? Мы его ощущаем, потому что у нас падает уровень сахара в крови. Когда человек испытывает состояние голода, то это падает уровень сахара в крови. В случае, если человек начинает думать о том, что он хочет кушать, то тогда аппетит у него увеличивается. Есть такая особенность, пока ты не видишь еду, не думаешь об этой еде и занимаешься своими делами, тебе кушать не хочется. Вот поэтому очень часто увлеченные люди, это люди, которые не поправляются, они худые. Почему? И здесь один из принципов и тайн, которым я рекомендую пользоваться, это тайна звучит так. Ну, она, наверное, может звучать так. Когда человек садится кушать или очень сильно кушать хочет, он должен сказать себе следующие слова. Боже, как я хочу кушать, но это не важно. Почему? Важность еды очень часто делает людей полными. Итак, давайте сегодня я буду давать вам уже первые советы, которые будут связаны с тем, чтобы увеличить эффективность похудения. Итак, что же нам поможет очень быстро худеть? Итак, первое, за счет чего вы можете похудеть, рецепт от Бориса Ельцина. Это рецепт, в который входит, утром проснувшись, вы должны взять одну чайную ложку растворимого кофе, выдавить один лимон, сок одного лимона и добавить одну чайную ложку меда. Залить это одним большим стаканом кипятка и принимать это натощак утром. Это уберет риск артеросклероза, скиноза, а также расщепляет и снижает количество холестерина, приводит печень в состояние, при котором исчезает гипотомигалия. Я очень рекомендую использовать вот такой вот напиток по утрам, в случае, если у вас не получается похудеть, вы можете этот напиток принимать утром натощак и после этого в обед перед приемом пищи. Какие рекомендации могу дать и какие травы, которые продаются сейчас, могут улучшить общий обмен веществ? Что же нам посоветует европейская медицина, французская медицина? Французская медицина в свое время писала о том, что человек должен каждый день употреблять не менее семи горошин черного перца. Нет, его рекомендовали перемалывать и вот этот порошок из черных перчинок принимать. Советская медицина или советские доктора, которые в свое время обучали диетологии, рекомендовали принимать по одной столовой ложке во время еды с жирной пищей одну столовую ложку 9% уксуса. Это безопасно, это не опасно. Я говорю вам серьезно, когда человек машет головой и думает, что это очень опасно, знайте, 9% уксус, он имеет такую же кислотность, как меньший нашей кислотности желудочно-кишечного тракта. Нет, прямо ложку уксуса принимают во время приема жирной пищи. Наверное, вы заметили, что сало кушать вкуснее, если в него добавить уксус. Добавляли уксус в салат? Ну, все евреи, я понял. Сегодня попробую, да? 9% уксус яблочный лучше. Дальше, я очень рекомендую использовать такие травы, которые можно использовать в виде заваров. Какие это травы? Это травы, которые, или растения, которые содержат горечи. Давайте я сегодня о них расскажу. Тысячелистник. Одуванчик. Ястребинка. Сафора японская. Желтушник. Очень хорошее есть средство, называется сушеная груша. Вот если брать и делать компот из сушеной груши, то можно очень существенно снизить вес. Да, можете что угодно. Просто сушеная груша, это как раз тот, в сушеной груши находится определенный фермент, как раз за счет которой человек может существенно сбросить вес. Яблочный, яблочный компот, вишневый компот, сушеное яблоко, сушеная вишня, сушеная груша или даже яблочный сок. Вишневый сок, грушовый сок, это лимонный сок, это соки, которые убирают у человека, нормализуют обмен веществ, человек начинает худеть за счет этого. Дальше, я могу посоветовать вам цикорий, вы знаете, наверное, да, то есть нужно взять 2 столовые ложки цикория, залить одним стаканом кипятка и вот этот стакан выпивать на протяжении дня. Цикорий очень существенно убирает набедренный и целлюлит, да, также целлюлит с нижней части живота. Существуют более такие знакомые нам травы, я могу порекомендовать еще. Можно делать такие смеси, фенкель, желтокорень, вяз, анис, мят, ромашка. В свое время я давал совет ребятам, которые очень сильно болеют ожирением, рекомендовал принимать на протяжении дня 3 раза в день определенного состава кашу. Какая-то каша. Это гречка и рис в равной пропорции по 50%. То есть нужно взять смеси круп 50% гречневой, 50% рисовой. Человек принимает такую кашу и ест ее 3 раза в день, утром, в обед и вечером. На воде без сахара? Без сахара, конечно. И только кашу, да? Нет, все что угодно можно кушать, просто обязательно ввести в рацион питания вот такую кашу из двух круп. Когда можно все? Да можно все. Вы эту кашу можете порезать все, что хотите. Если человек кушает вот эту кашу в виде смешанных круп, то тогда оно действует на организм человека так, что у него не вырабатываются жировые отложения. А также происходит сжигание жировых отложений. Тибетский метод лечения – это лечение при помощи четырех составов. Бессмертник полевой, березовые почки, ромашка, зверобой. Бессмертник полевой, березовые почки, ромашка, зверобой. Очень хороший вопрос задала Мария Шабалтасова. Андрей Андреевич, цикорий не ухудшает варикоз? Цикорий ухудшает варикоз только первое время. Связано это с тем, что цикорий разрушает и расщепляет холестерин. Когда происходит расщепление холестерина, то всегда происходит воспаление вен. Если у вас есть такая проблема, то в тот момент, когда начинаете принимать, не нужно принимать постоянно и бороться с болевым эффектом, который происходит у вас, или элементом обострения. Делайте перерыв на один-два дня и принимайте. Андрей Андреевич, а для набора веса что-нибудь посоветуете? Конечно, с удовольствием это сделаю. Для того, чтобы набрать вес, необходимо сделать порошок из сушеных косточек и коры граната. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!